Пинерилай, там только тебе надо расслабляться. Все остальные больше напрягаются. Вот, так что, ребят, вот такая открытика. Если что, Деральд, спасибо большое за подарок для инженера Андрея. Всех мафиозников в сабочке вырежаешь. Вот, я обратно включаюсь. Крис, у нас... Будешь мне маяковать, да, когда готовы результаты прошлой игры, если что? Ну, суммарные. Или они уже готовы? А дашь мне, пожалуйста, ссылочку. И буду, ребят, до третьей игры объявлять баллы. Потому что дальше... Ну, вы знаете, правила, в общем, у нас до половины турнира баллы есть. После половины турнира баллы уже нет. Поэтому по итогам полуфиналов баллы также будут. А после этого не будет. Так. Ну что, друзья мои? На первом месте в этой отборочной игре. На первом месте в данный момент. И самый красивый мужчина Плей Мафии. Господин Хорюк на втором месте. Второй по красоте мужчина на Плей Мафии. И один из самых лучших харизматичных тренеров по League of Legends в мире. Господин Му. На третьем и четвертом месте в данный момент. Господа Джерри и Пенерилай. За ними идет господин 22. Итого топ-5 в данный момент времени после двух игр. Это Хорюк, Му, Джерри, Пенерилай и 22. Такие расклады, ребята. У нас неожиданные абсолютно. Абсолютно неожиданные. Впереди еще много игр. Многое может измениться. Я бы сказал так, что, наверное, кроме 22 в топ-5 все неожиданные гости, скажем так. Ну, по номинальному расположению сил абсолютно точно там должны быть, на мой взгляд, 22. РФ, наверное, в меньшей мере, но все же должны быть там протеже Йети, Америка. Больше турнирные игроки, да? Но, тем не менее, вот такой у нас топ-5. Пока что? Споминается, думаете? Ну, посмотрим. Доброе утро, город. Я игрок красный. Прошу сразу упростить прощения за мою небольшую невовлеченность в эти игры, в принципе. Кристалл, спасибо за за счет. Не совсем вносит какой-то импакт в победу красных. Но в этой игре я постараюсь сделать максимум, постараюсь быть здесь и сейчас и находить цвета получше, чем получается. Вот. Есть на это личные причины, неважно какие, но так получилось, что сейчас я немножко не об игре думаю. Хочется, чтобы опять выиграли красные, ребята. В прошлой игре без меня получилось. Надеюсь, что в этой игре я чуть подольше побуду, и у меня получится разобраться. Не оставить лучший ход в тройку красных, если же меня решат убить еще раз первую ночь. Хочется найти для себя каких-то несколько, два-три красных цвета и не отпустить их, и поддержать их, и помочь в играх номер 9. Ну, все, игра с девятым игроком, мне кажется, она черной бы такой не сделала. Все. Желаю победы города. Спасибо. Так, ну вывод плохой, что она черной бы такой не сделала. Речь хорошая. Я вообще хочу сказать огромное спасибо красной команде, что мы выиграли. Правда, вы все молодцы. Да, сняли меня, но потом разобрались. Вот. Огромное спасибо игроку номер 10 за проверку 5 черной. Вот. Я считаю, молодец. Не важно, что он там потом проверил 10, это все не имеет значения. Вот. И игроку номер 1. Хочу какую-то поддержку оказать. Мне кажется, что она, ну, хороший, сильный игрок красный. И если там первые две игры не сдались, это не значит, что дальше будет, ну, по накатанной. Мне кажется, дальше должно быть только лучше. Тем более вы сейчас вовлечены целиком в игру. Вот. Сыграю с игроком номер 1. О чем я думала ночью? О том, что прикольно. Ну, вот мы в телефонах сидеть не можем, а я себе принесла листа 4, и я уже третью игру сижу себе и картинки рисую. И я в какой-то момент где-то, когда закончила школу, перешла в универ, перестала рисовать. Хотя очень любила это дело, у меня был даже графический планшет, и поняла, что получаю удовольствие от того, что я просто ночью расслабляюсь и рисую. Все. Играю пока 1-2. А вы не побоялись показать то, что нарисовали во время договорки? Их не тебя просто. Или нельзя? Хорошо. Я думаю, нельзя, потому что текст нельзя показывать. Ну, и картинки вообще не пошли. Ладно, может, нельзя, кстати, интересный момент. Я сыграю с 1. Речь, ну, такая как бы саморефлексирующая, мне кажется, я поверил. Плюс то, как 9-ая сказала, что 1-9 вместе маф, она прям совсем такая, очень наглая, а девчонок такое прям, типа, показали, а она такое не сделает. Ну, короче, прям очень наглая. И поэтому реакция на 9-ую, у него, кажется, 1-ая красная, а во 2-ой, как бы, ну, не знаю. Ну, короче, правильная позиция, в принципе, первому игроку. Вот. Но настолько, как прям красного, супер, я не нашел. 1-я против 2, сразу говорю. Оставился 20 секунд, чтобы извиниться за, видимо, как бы, ну, считать, что я виноват. Я, прошу прощения, во-первых, как бы, у меня была договорка, что я уже примерно черный, я бы вскрылся с 8 черный, если что. Я стрелял в шестую по договорке. Договорка 1-1, я думаю, 3-3, поскольку восьмую 9 рук ушло, там, ну, я подумал, что, что, короче, можно 3-3 выиграть, дай какую черную проверку. Даже если будет баланс. Ладно, спасибо. Да нет, ну, там 3-3 шансов не было, потому что я считал первым ваш шерифом. Маша, смотри, я прошу тебя не расстраиваться и ничего, ну, не фильтовать. Тебе уже вторая дала поддержку, я тебе постараюсь в каждой игре давать поддержку. Просто нормально соберемся, нормально отыграем вместе и машинделями пройдем. Играю в команде 1-2-3-4, красный 1, мне кажется, что красный 2, потому что она оказала поддержку 1, она нарисовала, мне показалось по красному. А третий сказал, игрок номер 2, можете, пожалуйста, показать рисунок. Ну, то есть он как бы хотел доказать себе, что 2 красный. Поэтому 1-2-3-4 красный, мне кажется, игра в команде 1-2-3-4. Самая рефлексия – это масло-масляное, Джерри. Рефлексия уже включает все самое. Мне нужно просто, я не знаю, что-то сделать со своей какой-то агрессией, потому что в прошлой игре я чуть не завез реально. Все, 1-2-3-4, моя команда, спасибо. Я думаю, просто надо не прыгать с места в карьеру в нулевом, ну, в ноль. Не знаю, для меня ноль вообще не информативный. Могу замутить ноль и в девятке что-то нормально сыграть. Мне надо вообще реально лучше ноль мутить. Потому что в ноль ты подмечаешь какие-то штуки, и ты очень часто на этом стопоришься. Но это лично для меня. Но кому это интересно, просто хотела поговорить, заполнить свою минуту, поэтому как аргумент черное. Нормально. Я подумала, что красный третий, это вот такой самый уверенный цвет из поговоривших до меня. Первая непонятно. То есть она так поговорила уныло, могла за любой карты, за черный, за красный, неважно. То есть ее там уже поддержали, эмоционально я поддерживаю, играть я не хочу. То есть ничего красного не сделала, эмоционально я тебя поддерживаю, нужно веселиться, нужно радоваться. Даже если что-то пошло не так, все равно надо улыбаться. Вторая эмоционально поговорила как-то волнительно. И поэтому у меня есть мысль либо 2-4 вместе черный, либо вторая шериф, а четвертый игрок потенциально, ну, просто так говорить, чтобы его никогда в жизни не проверили. И 1-3 игра уверена. Спасибо. Доброе утро, город. Желаю всем приятной и интересной игры. Смотрите, мне показалось, Нина, ты красный, извини за прошлую игру, просто ты сказал, что между Харюком и мной есть черный. Именно по обращению к первому, что, типа, вывод неправильный, то что там заочно про Америку что-то сказали. Смотрите, я сначала заподозревал тебя, Джерри, потому что ты сказал именно ничего красного в речи второй не нашел. Мне показалось, что вторая прям очень хотела показаться красной, чего не было в прошлых играх, понимаешь? То есть ее можно было бы даже за это подозревать. А ты сказал, типа, ну, вторая сыграла в правильной позиции. Вот. А при этом игроки 4-5 называют тебя прям уверенно красным. Поэтому ты теперь, наверное, меньше подозрительна от этого. Поэтому я сыграю просто 1-2-3 без игроков 4-5. Потому что, ну, речь третьего, он именно сказал, что вторая, ну, ничего красного. А я посчитал, что вторая прям очень хотела красниться. То есть если бы он третий сказал, например, я подозреваю за то, что вторая хотела выглядеть очень красным, он был бы сразу красным, но он сейчас красным. Это у меня концовка речка, да, его пропало? Так, ну, смотри, госпожа Мишутка, я бы на прямом месте переслушал Му еще разок. Он сказал, что красный 1-2-3, по мне 4-5 не вместе черный. Четвертый показал, что черный 5, когда 5 поговорил. Поэтому 6-го после него 2 черных есть. Смотрите, у меня есть определенные мысли, когда будет автокатастрофа, если я попрошу кого-то на проверку после меня, то этот цвет... Только Мишутка висит, да, мне? Вот, то этот цвет... Вы стали, смотрите, стоп, секунду. Меня слышно, нет? Ждем 6-го игрока тогда. Прошу не жестикулировать ничего, я игроваю. Так, господин, мы вас видим. Все, все готовы, да? Отпускаю паузу через 3-2-1. Я играю 1-3-5. Я видел много случаев в своей жизни, когда люди оказывали поддержку. 7-й хотел выставить либо себя, либо 10-го попилиться 7-10. Вот что он хотел. 1-7 попилиться хочешь. Ну, твое право, где тут моя мышка на вторую экрану шла, вот. 1-7 попилиться или не попилиться, там уже сплакается. Мне кажется, красный 3 именно за то, что... Я спросил, кого ты заиграл, Рефангольд, красный. Это правильно подметил Харюк. При этом он подметил это, но сказал, что по акцентам два самые красные среди 1-2-3. То есть, вернее так, два красные 3, это точно, что я услышал. По первой не помню, что он сказал. И за это я подозреваю Харюка. Мне красные опять за то, что она за это сыграла с 3. И Мишутка пошла мета такая играть. Смотри, Мишутка, я тебя поддерживаю как человека. Как в игре цвет покажет и посмотрим, поддержимся или нет. Но вот все те, кто тебя поддержал, мне не кажется, они все красные. Мишутка меня тоже поддерживает, правильно? Поэтому я могу говорить, что мне кажется. Пока что мне кажется, что черные 4, 7 и 8. Это просто потому, что все остальные больше красные. Мне раньше 10 показал, что 7 черные, на какой-то моменте речь. Объясняю почему. Мне кажется, красная 1. Я просто надеюсь, что и красная не решила вывести первую черную карту на эмоционале. Кажется, красная 2 была поняли в подозрениях. Думаю сказать, что 2, 4, 7, 8. 2 показала, например, какая-то игра под номером 4. Плюс 2 рисовала. Ну, короче, нормально. Третий красный только потому, как объяснил игрок под номером 4. И по идее, я должна играть с игроком под номером 4, потому что он прикольно писал, почему красный 3. Но 4 на своей речи не сделал ничего какого-то красного, во что я бы играла. Для меня красный игрок под номером 6, то, что он сказал, что вторая настолько сильно хотела показаться игроком красным, что это аж подозрительно. Вот для меня именно за эту фразу красный игрок под номером 6. Красная 5, которая... Ну, не точно красная 5. Пятая сказала, что типа... Вот вам аргумент, почему я черная, заполняю минуту и так далее. Это было сильно, мне кажется, это было сильно расслаблено, ну, мне кажется, в черной она бы немножко больше паниковалась с этим столом, поэтому пока что 4-7-8 для меня двойка, потому что остальные поговорили норм. Так, госпожа Мишутка, я поговорю сейчас свою речь, и вы выберете, с кем попилиться, я не забуду. Значит, смотрите, мне кажется, вы игроком скорее красным, мне кажется, что 3-4 игроки скорее красные, четвертый за то, что подметил и озвучил стол, это точно неплохо, то, что по третьему. Он просто подметил, он может быть черным, но он это сделал, выйдет за стол, его за это подозревать абсурдно. Вторая попыталась быть очень красной, она рассказала про листочек, что внутри листочка, зачем ей эта краснота сейчас? В прошлой игре этого не было, сейчас не было, поэтому мне интересно, когда она попросила, например, у 4, у меня вообще вопросы, 4 красные, а тут черные. 4 черные, супер, я пока не нашел это, 8 черные, ага, 4 красные, 8 черные, у 7 какой-то глубокий план, смотрите, он какую-то потом, после проверку покажет. В прошлой игре он назвал меня красным, был черным и забил проверку в своего черного, это сейчас вообще максимально, кого тебе выставить теперь? Я бы софту, я вторую послушал бы, мне надо узнать, что вторая реальная, вот зачем ей эта краснота, почему 4 черные, рассказывай, какой 7, 1-2 пилин. Единственное подозрительное в речи 10, то, что для меня было, это то, что он сказал госпожа Мишутка, кто у тебя там не стал называть номера, я потом скажу в конце речи, а потом сказал 3-4. Это единственное, то есть, если он искал шерифа, а он может быть искал шерифа, то он, возможно, дал динамику на этом. Вот, сейчас посмотрим. Хотя речь хорошая, в целом, мне кажется. Для меня красный 10 игрок, он озвучил мои мысли по игроку под номером 2, плюс я подозреваю пятого игрока, потому что, ребят, вы не слушали речь, она сказала, что она не поняла, почему я красная, доказывает мне поддержку, и в итоге закончила тем, что 1-3-2 уверенно красных цвета. Я не считаю, что пятая черная играет своими черными, поэтому, мне кажется, красный третий игрок. Между 2-4 есть игрок красный какой-то, но мне кажется, что пятая отказалась не просто от двух красных игроков. Я играю с 10, это мой главный цвет, и с 3, это самые для меня красные. Так, ну, первая красная для меня, несмотря на то, что она играет в пятую, которая мне черным не кажется. Смотрите, для меня красные 1-5-8-9. 8, мне кажется, красный, потому что у него мышка была на другой вкладке, мне кажется, черным игроком он наведет на нужную вкладку мышку, чтобы стрелять. 9, мне кажется, было много мыслей. Почему подозреваю игрока номер 10? Потому что игрок номер 10, мне кажется, ищет шерифа, вы поняли? Он, во-первых, меня выставил и сказал, вот почему я такая вся красная для стола. Во-вторых, не было красных цветов, как предыдущий. Речевая динамика. Горком, я с 22 играл в офлайне. Значит, смотри, 22, понятно, что в турнирных играх он выкладывается намного сильнее, но он и пальцевую дает. Он вообще, мне кажется, он использует арсенал донский, там, знаешь, типа, длиной в 10 метров. Пожалуйста, проверьте Лешу. У ЛРФ красный. Я, если что, поддерживаю предыдущего оратора. Ну все, если РФ с Ети сошлись, то... Наверное, это все красные игроки. Я согласна, но я согласна. Понимаю, на речевой турнире, когда есть попил, ну такое? В смысле, а почему нет? Ну, попил есть, какие-то... Просто вот эти проверки, понимаешь, вот, например, смотри, РФ сейчас спрашивал у Мишутки, вот, кто думаешь 7? Я всегда на такие вещи, особенно, знаешь, особенно бывают такие ситуации, когда ты даешь какую-то динамику, которую невозможно... То есть тебе нужно, например, стрельнуть в 3, но тебе настолько невыносимо сложно дать... Допустим, динамика проверка минус 3, да? И у тебя шериф, ты думаешь, 3, а 6, и все говорят, что он самый красный, и ты начинаешь какие-то задавать вопросы, а кто 6? Или проверь 6? Я вот эти все... Мне лично эти проверки не особо заходят... Ну, точнее, эти динамики не особо заходят. Самая эмбовая динамика всегда у Адлера, которая говорит о первом поговорившем. Вот это невозможно задетектить реально. Что, Алисон, проверила меня? Нет? Слава. Ну, не знаю, мне кажется, вот, девочка с овсянкой красной, она упорото показывала проверить 8, проверить 8. Вот, поэтому такая история. Давайте, мне шутка не считает красной. Тихо, 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 все, все, тихо, 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 я ничего не видел. Кому? Так. А меня красный 3. Кому тебе фолк? На Папеле Нина сыграла против 10. Мне это больше импонировало. Давайте я оставлю, короче, вот такое. Может, код от домофона, может, что-то что-то не то. Вот. Мне кажется, красная 1, просто она на все эти поддержки играет, поддержки, поддержки и прочее. Вот. Скорее, красная 9, между 7 и 10. Для меня этот круг был краснее Эльнур, если что. Да, ну, так. Что сказать? Смотри, Леха, ты меня подозреваешь, правильно? Если я игрок черный, я не буду 8 окраснять. Мне кажется, прикольный аргумент привела, почему 8 красный. Думаю, 8 черный, ладно. Для меня подъем, наверное, какое-то голосование среди игроков 5 и 6. Я хоть и хотела проверку игрока номер 10, потому что он не показывал красные цвета, но потом он показал, что 1, 3, 4, 9 для него красные игроки. Мне кажется, это поведение, как в предыдущей игре. Ну, 1, 3, 4, да, все. Давайте будем голосовать среди игроков 5 и 6. 6-й мне не понравился, как он по мне поговорил, в принципе, из-за речи его заподозревала. И 5-й, мне кажется, уже, при том, что 8-й умер, 10-й мне сейчас не кажется черным. 5, 8, 10. Ребят, жестикуляция не запрещена. Запрещено выдачить цветов. 10-й считает 1, 3, 4 красными. Ну, окей, послушай, мне вообще 3-й, если честно, не понравился. Вы его все накрасняли? Окей, пусть будет пока что. Да, случайно, что так получилось. Так, смотрите, а вот у всех, да, 1, 4, 10, 3-й игрока, другого все красными считаете? Игроки 1, 4, 10, показываете. Вы друг друга все считаете красными, да? Ты думаешь, 10-й красный, 4-й, ты думаешь, 1, 10 вместе красные. Мне в это трудно верится, потому что я не думаю, что, во-первых, у Мишутки, ладно, давайте, я просто выступлю по своим ощущениям. Я думаю, что если я сдохну, я оставлю 1, 4, 9, почему мне не понравился 6, 9, сказал, что 1, 4, 6, красный. Пятая сказала, красный 3. То есть она, как вы думаете, прямо вот мафом не решила потом сказать 1, 3, короче, сказала, что я сдалась, да, типа. И она сыграла против 2-4 по факту, как бы, то, что она сказала черного. А Мишутки обязательно, как бы, ну, она не сказала, что 4 чернее, чем 2. Она тоже сказала там черного, Мишутки 3-10 обязательно красные, почему 5-й, ты гаммаф, если ты тоже 2-4, ты какой-то, ну, 4-й у тебя краснее, но у нее 2, может, по акценту просто не сошлись. Вот, ты сказала, а 10-й, не знаю, я, короче, тоже не успеваю, 10-й игрок, вот, поэтому ты сказала, что 4-10 красные, просто истил тебя. Ну, вот, подключай, не шлифт, не шлифт, не шлифт, Это было очень грязно, может, с той стороны еще шерифом после этого скрываться. Ладно, я подозревал игроков ночью 2-5, потому что 2-ая вообще ничего на попиле хорошего не сказала. Я считаю красным 10, я не подозреваю 1, речь-тречка плохая, красный 6, между 7-10 есть черный, можно не голосовать шерифов куда-то туда, но я считаю красным 10. Я в шерифов первого верю больше, пятый сейчас показал, что 2 сдалась вроде по красному, вроде 2-5 не вместе, но что сказал 2, она сейчас сказала, выставила 6 проверки красный 10, почему она выставила 6, кто 4? Кто 4? Игрок номер 2. Все, для меня шериф больше игрок номер 1, наверное, на данный круг, пока я определяться не хочу, как вот, есть голосование 7-10, здесь вроде больше красный. Вот, 3 сейчас очень плохо выговорил, непонятно вообще, что он сказал, 1-4-10, не все красные. Почему? Аргументы какие-то. Ну, вот ты думаешь, не буду говорить, кто думал и куда он попал. Спасибо. Я в тильте, я в ноль говорю. Нет, я согласна, что я показала, после того, как я сказала, 1-3 играю, я показала, все, я сдалась, я поняла, что я сказала, потому что у меня в мыслях было 2-4, 2-4, 2-4. То есть я тебе в ноль говорю, вторая вскрывается, и либо черная 2, а четвертая под нее, ну, подстраивается, чтобы ее не, чтобы она его не проверила никогда в этой игре, либо они черные вместе. Ты цвет 4 точно красный не нашла, посчитала точно красным 10. Вот ты считаешь 10 точно красным, вторая с десятым красным. Десятый пилил 1-2, он, ну, не хотел играть со вторым игроком. Я думаю, было бы неплохо, если бы десятый игрок попилил в этой игре. Я думаю, это было бы неплохо. Не знаю, мне кажется, мне кажется, мне кажется черным, ну, красный 4. Ты уже не красный, если десятый двусторонний красный, то самое это не красный. Не знаю, вторая, проверка 10 красный, ну, после 10 красный все равно сыграть против 5, когда у тебя первая... Чуть-чуть тише сделаем. Ладно, я все равно тебя выставлю, Нина, это очень плохо, я считаю. Смотрите, значит, я на ноль привожу аргументы, что вторая пыталась очень сильно окрасниться, при этом вы, господин 22, фактически говорите то же самое, что вам непонятно, почему вторая, зачем мне нужна такая краснота. Потом, говорите, сыграли против нее, а, значит, она проверила вас красным, и от этого она выставляет 6. У нее теперь подозрительно 6. Откуда эта атака 6? Что? Да, а десятый подозрительный за то, что он не сыграл со мной, хотя озвучил мои аргументы по второму игроку. То есть вы меня подозревали за то, что выкинул вашего красного 4, а сейчас 4 такой красный, вот. Ну, я не слышал и вашу речь, господин РФ. Вы сейчас своими пальчиками показали, что у вас 1, 4, 5, 6, 10, это тройка, да? Где я отказался от игроков 4, 5, 0, нет? Ну, просто поговорите. Но мне кажется, пятая красная. Ну, мне кажется, первая больше шериф, и я не знаю... Ха-ха-ха, Север. Так, смотрите, если бы ты меня не перебивал, закрывающий стол, у меня мысли были, что черный 1, 9 вместе, когда первая сказала речь на нулевой круг, девятая сказала, я тебе окажу поддержку. Поэтому у меня мысли были проверить 9, если черный 9, то обязательно черный 1 с ней. Это все, что я хотел сказать, и ты начал меня перебивать, мешать мне разговаривать. По-моему, тебе не нравится, когда тебе мешают разговаривать. Вот, не знаю, мне кажется... Я не увидел, какая проверка у первой. Какая проверка? У второй 10 красный, у первой 5 красный. Третий сказал, что ему не нравится 1, 4, 9. Это 7, 10, 2 красных, да? Я правильно вас услышал? Ну да, ваша речь, так получается, 1, 4, 9. Шестой только что сказал, что 5 красный. Тоже правильно выслышали? Вы думаете, что 5 красный. У вас шериф 1, черный обязательно 2, 10. Четвертый впрягается за 1, тогда черный в 3, 9. Я бы голосовал 3, 6, для меня там очевидно есть черный. Смотрите, оба шерифа проверят меня. Я мало вероятно, что ошибусь. Проверят голоса не 3, 9. Я поддерживаю эту идею. Смотрите, для меня, честно говоря, среди левиков 1, 2, чуть больше шерифа брок под номером 2 за несколько моментов. Я просто внесу то, по каким моментам рассуждаю я. Но сейчас покажу, я тебе расскажу почему. Потому что, во-первых, когда ты ее выставил на попил, она сказала, у меня такое ощущение, что ты ищешь шерифа. Дала тебя проверенным красным, когда ты прям сильно в нее топишь, что есть проверка 1, черная, это первый кашут игрока под номером 10. Пол, который она взяла, что это очень грязно с ее стороны, после этого вскрыться шерифом. Потом она начала речь с тобой, ну, как-то уже подскрылась с обращения к тебе, с мыслями о попиле. То есть просто для меня это какие-то шерифские обороты речи. Единственное, почему. Почему может быть шериф игрок под номером 1? Потому что мне не кажется, что пятая прям самая черная, а в 5 проверенная красная, можно дать 5 черной. То есть пятая может уйти. Поэтому 1-5, если черная 1, то 5 скорее с ней. Но мне не прям казалось, что пятая сдалась. Для меня актуальное голосование среди игроков 4-7. 4 говорит 1 больше шериф. Мне просто не нравится 7. Мне кажется, 20-й. Ну, я да. Так, значит, для меня обязательно голосование в 3 должен находиться. Это 1-4-9. Как возникло вообще? Я сначала подумал, что он косит. Потом я вспомнил, что... У меня 0 было 5 красная. Когда информация будет 5 красная, это окей. Хорошо. Сейчас поговорили, кто черный. 2-7-9. 2 черных игрока. 2-7-9. Попила троих тут не будет. Я думаю, что нужно проверить 7 с двух сторон. Его в голосование сейчас можно не ставить. Хорошо, давайте так. Стоп. Голосуйте, как хотите. Я покажу на проверку. Проверьте с двух сторон игрока какого-то. Пятая красная для меня. Приоритет на 3-6-7-9. Голосуйте. 3-6-7-9. Мне кажется, там... Я думала, что пятая не черная. Давай я не буду голосовать. Смотри, мне не нравится. Я думаю, 3-6 из черной. Ты говоришь 4-7 голосования. Мне кажется, 3-6 из черной. Я бы сказал 7. Поэтому 3-6-7-9 двойка, мне кажется. Что ты хочешь? Я покажу, кого проверить. Смотрите, ребята. По понятным причинам я буду... Можно, пожалуйста, слушать мою речь? Не жестикулировать. Я не жестикулировала на вашей речи. Я по понятным причинам буду голосовать госпожу протеже. Если у вас есть желание выигрывать игры красными, голосуйте в черном. В дона, который вскрылся. Есть хороший аргумент по госпоже протеже. Без цифр продолжаю говорить. Есть хороший аргумент по госпоже протеже. Она никогда за красную или за шрифа не говорит такие речи, чтобы окрасниться. Я уже тогда на ноль подумала, что она может быть черным игроком, который специально пытается окрасниться. Что да, рисовала ночью, еще и фон взяла сейчас. Это грязная госпожа протеже. То, что вы говорите мне, что я там что-то грязное сказала. Я ничего, я просто просила бы поддержку на ноль, потому что мне тяжело от шрифской карты. Все, госпожа Пенерева, вы понимаете, что вы не будете проверены красной. Я предлагаю голосовать госпожу протеже сейчас. Господин Джерри пообещал голосовать в нее. Хорюк господин сказал, что он будет голосовать в нее. Господин Му тоже ее выставил. Сняли игрока под номером протеже. Слушайте, протеже реально могут снять, наверное. Если сейчас голоса раскидаются прям супер жестко, то может, могут, могут. Не будет сейчас четыре голоса, мне кажется. Мне кажется, не будет четыре голоса. Первое, если черное, должно давать сейчас отстрел в десять, по идее. Стреляется десять. Десять стреляется, не шучу. Реально, я считаю, это некрасиво. Достать черную карту, наныть на нее. И, ну, я считаю, это некрасиво. Да, я это говорю. Игрок номер десять вы могли попилить стол, будучи с двух сторон красным трех игроков, сказать, куда проголосовать, чтобы не ушла я. Если эту игру проиграем, весь прогресс лежит на игроке номер десять, который не сказал, куда нужно голосовать, сказал мне проголосовать в черного игрока и сломался стол в меня. Красава! Не снимайте мысли твои, оставь, кого нам голосовать? Третьего. Я убеждена, что черный три. Он сказал черный один, четыре, девять, а потом показал, что черная я. Я убеждена, что не красный три. В ноль мне казалось черный четыре, и поэтому мне казалось красный восемь. Но вы сыграли, господин, 22 с четыре, и от проверки вашей я проснулась и сказала, игрок номер десять, давайте что-то думать, давайте что-то думать. Нет, надо меня просто оставить красный. Это не потрачено, ребята. Очень плохо. Красные очень плохо играют. Просто очень плохо. Уровень очень плохой. Все. Три-четыре, не два красных никогда в жизни уйдет. Так, кстати, у РФ был очень мощный выкрик, если он черный, потому что ты нам скажи, куда голосовать, типа, это хорошо на самом деле. Я говорил, что два железно-ширные, кто тут крутой? Ну, слушай, никто, потому что, понимаешь, сложность игры в мафию заключается не в том, чтобы в чате или там при стороннем просмотре поставить руку правильно. Потому что, как показывает практика, вот смотри, в чем твое преимущество по сравнению с игроками? Ты без давления, ты не на темпе, ты сидишь спокойно. От того, что ты сейчас что-то не так сделаешь, да, ты же не слушаешь, по сути там, да, ты не продумываешь свою речь. Не выстраиваешь аргументы. Ты просто, типа, ну, обсуждаешь. Поэтому это сложнее намного, понимаешь, во время игры? Ну да, вообще, откровенно говоря, не очень понятно, госпожа Мишутко. Вам как бы не сильно надо, типа, но... Короче, очень зря. Подай мне сказать, ты будешь сидеть, играть, будешь делать что угодно. Да, и я поговорю. Мне кажется, третий скорее черный, потому что он черный игрок-предатель. Он предал один, никто не думал, что один черный может, кроме два. Никто не думал. Предатель, я считаю, что он черный, предатель, который сам спалил мафов, где никто не знал, что мафов. Потом сидел за голову, держался, сказал черный, один, четыре, девять, проголосовал два. Чего шесть проголосовал два. Чего шесть голосует? Вскрывшегося шерифа выставила шесть. И что? И что? Значит, мне кажется... Красная пять, я думаю. Я сейчас допускаю, что четвертый может быть красный, потому что повелся на один, поддержал. Она чисто его размотала за это. Я думаю, что черный один-три, скорее... Не знаю, один-три, дальше думайте. Смотрите, кто повелся, так это я. Я думаю, что четвертый мафов. Потому что Мишут, когда говорил, что ей нужно для чего-то выиграть эту игру, я думаю, что это было для Хорюка. А теперь объясню. Я очень поверил первому игроку. То, что она говорила без цифр. То, что у меня опять красная. У меня в ноль было опять красная. Она-то говорит за красную. Когда говорит, кто-то кого-то считает шерифом, а кого-то, допустим, игрок, который под него играет. Были очень красные утверждения. Когда первый сказал, что пятый проверенная красная, я подумал, что мотивации никакой нет. Первый черный сказал, что пятый красный, который я считаю красной. А второй игрок, действительно, на трёхке есть красный, почему-то я начала речь с пять-шестью выставил. У него получилось, что это все не по-шерифски. Я просто поверил. повелся просто сильно повелся 149 от слева лучший ход сказал бы стрелять я сдохну от того что я считал 5 красный когда первый сказал что все и шлипни 5 первые красные это окей пили троих просто взял и сдался скал да да подходит поэтому я думаю откровенно черная команда 14 и кто-то из игроков 79 скорее 9 как первый стал девашки скажет вы грязь мне это кажется ну ладно мы 1 3 ты получишь здесь снимем игрок номер 7 все я против вас в этой игре не сыграю просто уже что вы мне показали я просто хотел вас попросить ну не пока за такого красная 5 красный 7 между 69 не знаю да ну ссоре я ты сказал два красного шериф да может быть типа что-то 136 50 действительно тройка оставил речь 1 игрока полностью была направлена на меня к сожалению я ну проголосов шерифа все я думаю 1 3 дальше между здесь я считаю красно уверены 5 и 7 просто красно за то что он мне показал я против этого сыграть ну если он черный я сделал выводы какие-то я проще не играть не буду 13 подумаешь 69 умрут на 5 7 я буду угадать и 469 у меня десятый красный оставил четвертый еще сказал что я красная третий сказал что я красная вам сейчас моя позиция все равно не нужно дать и просто минуту посидим подумаем я подумаю просто молча просто немножко размышлений всем это надо что ты показываешь говори ну у меня вот 10 ушел красный оставил меня красный 3 4 скалишь я красная между ними есть какой-то маф я свою позицию либо умру либо скажу на следующий круг куда ты торопишься просто сыграет красный цвет 5 моя позиция пока что не нужна чат думаете я рэв красный мне кажется рэв красный шутка почему-то сразу не дала туда отстрела типа в 2 а либо черная либо ком смотрите у меня было право поставить руку во вторую потому что как я размышлял вот смотрите она проверяет десятого где десятый что мои что 2 пытается супер окрасниться зачем ей это это моя речь была при том что я не сыграл против 2 игрока я сыграл с игроками 1 2 3 и сказал что ну вот я бы что 3 был бы очень красный если бы он именно сказал что 2 пытается слишком сильно окраснится 3 сказал что он типа ничего красного в речи 2 не нашел правильно вот поэтому я проголосовал во второго игрока потому что ну какая-то странная логика что она за всем столом от проверки 10 красный выставляет 6 игрока хочет голосовать между игроками 56 где 5 уже все назвали красная красный поэтому я проголосовал 2 вот из 34 смотрите у 4 был очень красный 6 на прошлый круг поэтому а сейчас он ищет именно между 6 9 черными вот поэтому ну не знаю кто из 34 даже чернее кто-то мне звонит не знаю кто это нельзя отвечать на телефон во время турнира да я правильно знаю так смотрите я черный я запрещаю стрелять в игрока номер пять я буду ехать на пятом игроке это чек на которого у меня вся надежда и ставка кто будет со мной завозить игру на 2 я запрещаю первому назначать от стрелки она уже пока я промахнусь будет сидеть 5 в этой игре понятно все так я не подозреваю 4 я уверен что есть черный 36 поэтому не нравится 9 которая закрыла на прошлый круг голоса не объявила в 47 36 обязательно есть черный потому что 3 сказал что черный 149 они два раза просила 7 10 для тебя два красных смотрите 7 10 сказать два красных могу либо я когда я думаю что второй шериф 10 проверенный красный ли чек который знает цвета только так это может быть понятно все ходит номер один мы не стреляем в 5 я запрещаю закрываю просто все закрыто 5 в броне жилете в нее стрельбы не будет вас ладно лучше ходу 1 3 6 рассмотрели только двойку черных игроков 4 7 поэтому придется играть ваши цвета хотя вам ничего не должно это вы четыре руки сняли шерифа и там как минимум один красный игрок я объяснила на свою речь почему для меня красный игрок под номером 2 связка игроков 1 9 хорошо да пока коммуникации вновь потенциально мощность руку 1 9 но вы игрок номер восемь оставил меня играть и в то что есть вы сняли шериф игрок номер восемь оставил меня игроком красным игрок номер 2 не объясняла почему второй игрок шериф я я вижу настроение стола могу собрать 2 как и так далее что за ерунда хотя я играла смотрите если я уже играю с 1 я же правильно я буду говорить для меня красный игрок под номером один за обращение я не верю я же могу сказать я не верю что она так вот сказала что я оказался я могу все это сделать зачем я привожу вам уникальные аргументы почему 2 шериф и вспоминаю обороты речи которые вы даже не помните в эту ночь умирает игрок номер пять игроки 2 и 10 и другие красные игроки как говорится to whom it may be concert вот я не считаю что я на ноль сказала что-то грязное своей речи ребята я искренне так не считаю я не просила под пятый игрок он остально красный нам показывает и тоже я не просила поддержки кстати говоря просто сказала что у меня сейчас в жизни произошло какие-то не совсем приятные события ничего там смертельного разумеется все в порядке вот но просто не сейчас опущенное подавлено эмоциональное состояние это правда я не соврала про это и я про это действительно тоже думала ночью договорка у нас была короткая если вас то интересует поэтому я была просто искренняя на своей речи я вам очень хорошо отношусь игроки 2 и 10 обоим другим красным игрокам которых ну вы не знаете разумеется пока что и поэтому мне правда не жалко если вы так это восприняли вот что могу еще сказать я не имела ввиду так если что я кстати не считаю что мне шутка и даже даже если это и было типа в каких-то в каких-то категориях это можно считать грязью мне не кажется что когда человек искренне испытывает эмоции он же должен типа допустим человек в подавленном эмоциональном состоянии находится он же должен как-то играть за черную карту он же не может там да типа изобрести да ну то есть человек в любом случае берет свой эмоциональный фон и разыгрывает какую бы там ни было карту да на красный ты можешь находить взаимопонимание если у тебя подавленный фон на черный ты можешь находить сочувствие это нормально Пятый игрок, вот, я не Дон, кстати говоря, я не искала шерифа и не было никакой динамики, если вас это интересует, вот, просто я посчитала, что мне хочется вскрыться и забрать шерифа в девятке, но, жалко, что почему-то кто-то ассоциировал эту речь с грязной, странной. Все, стреляется пять. Так, что я думаю, смотрите, я думаю, что из оставшихся игроков у меня девятая, 7-9 скорее всего, ну, короче, смотрите, я бы сказал так, вот, я не знаю цветов оставшихся, да, я бы сказал, что у меня самая красная 9, после нее 7, но 7 считает, что девятая не красная, и могла ли первая вскрыться с проверкой своей черной и красной, да нет, это же пятая красная, понятно, да, это я глупо сказал, 3-4-6, там какая-то двойка, мы их по порядку можем снять? Не можем уже, да? Кого-то придется выбирать. Мне кажется, 6 реально плохо говорит, а потом между 3-4 решать, поэтому. Думаете, 9 маф? Ну, я не согласен, ребят, я не согласен. Мне кажется, она реально придумывала интересные аргументы, то есть, если она черная, то тогда она сыграла хорошо, а тут много кто играет не очень хорошо, мне кажется. Мне кажется, надо снять 6 обязательно, в первую очередь. РФ, надо обновиться, нормально, а теперь Америке, а нет, уже не надо. Смотрите, мысли десятого игрока, он свои озвучил, вы к ним прислушиваетесь, наверное, больше, чем к моим, я озвучу свои какие-то мысли. В ноль я уже, как сказала, я подумала в ноль красный третий, подумала четвертый подмазывается под вторую, чтобы она его никогда в жизни не проверила. Ну, это были мои мысли. Я так и сказала, что там, если там, допустим, вторая шрифта, четвертый красный. Я не хотела играть с первой, но у меня мысли все были между 2-4 и 2-4, поэтому 1-3 я уже на своей речи показывала, что сдалась. У девятой каждая речь уже, она, второй круг, она какая-то оправдательная, и мне это не очень нравится. И руки 3-4 я понять могу чисто по человеческим факторам, руку шестого нет. Даже когда вторая выставила 5-6, я ее поняла. Я ее поняла, и руку туда не хотела ставить. Я вместе с седьмым голосовала в девятую. Мое мнение, это не жестко, я так думаю. Спасибо, Рэд. Так, я, конечно же, выставлю третьего, который говорит, что это точно черный. Я объясню, смотрите. Ну, мы с первым игроком играем, мне чисто просто тяжело ставить иногда руку в нее, и когда она кричит, на меня это давит. Третий игрок сказал на своей речи, на девятерых, что он не считает красными всех 1-4 и 10. Когда вторая выставила, здесь проверенный красный, почему он голосует в 2, а не в 1-4, кого он подозревал. Поэтому, мне кажется, подозрительный 3, черный 3. Все, я уже сказал, что пятая красная. Ну, я седьмой, седьмой красный. Меж шрифт 9, мне кажется, господин Рэф больше красная 9. Она нас действительно объясняла. Она 5, наверное, аргументов привела, почему 2 шрифт. Пять. Ну, будучи черным, зачем ей это делать, еще запоминать. Вот, поэтому, наверное, 22 оставил тройку черных в лучший ход. Может быть, конечно, там что-то не так, но третий не дает мне шанс играть не в него, потому что он назвал меня точно черным, а я его считаю черным. Красный 7, больше красный 9, какая-то 1-3-6 команда, я думаю. Нет, 1-3-6 команда, нет, я красный. Почему может быть черный 4, потому что он сейчас начинает крышевать 9. Значит, смотрите, первая на Папиле сказала, что для нее самая подозрительная 5. А про 9 она при этом ни слова не сказала, хотя у 9 была чуть ли не тройка в ноль, игроки 4-7-8, да, игроки 4-7, это я к вам обращаюсь. 9-я сказала, что 4-7-8 чуть ли не тройка черных, потому что все остальные поговорили хорошо, вот. А у первой, значит, 5 подозрительные, но про 9 при этом ни слова. Поэтому 1-9 вполне могут быть вместе черные. То есть вы рассматриваете, что тройка черных, да, 1-3-6, господин Харюк поставила за шериф, а вы 1 красный такой бедный не разобрались. Не знаю, я выставлю вот так еще. Ну, если 4-й черный, а 7-й красный, который говорит, что 4-й красный, ну, это получается. И 5-я, который сказал, что 7-й красный. Так, давайте я объясню свои мысли. И когда вот поговорит 3-й, я скажу, кто уходит. Почему я подозреваю 9? Ну, смотрите, первый круг, когда 1-я сказала, мне нужна поддержка, 9-й сказала, я тебе даю эту поддержку. 1-я сказал, я играю с 9. Кстати, если красный 9, 1-я просто скажет, я играю с 9. Она сказала, я не думаю, что 9-я сделала это черным. Поняли? Поэтому у меня мысли были проверить игрока номер 9, если Леша бы меня не сбивал. Это аргумент номер 1. Второй аргумент, первая доподана известна черная, она прощальную речь говорила, объясняла пятой, что динамику не она давала, и вообще у них статика после этого она сказала. Смотрите, 8 отстрелянный, 10 проверенный красный. Я красный. Зачем она добавляет, что не было динамики, у них статика была, чтобы не очернить 9 для меня? У меня по всем аргументам черная 9. Но я типа как должен голосовать по правильной игре в кого-то между 3-4-6, кто снял шерифа, а я думаю 4 красной. Что делать? Я думаю, что не 9. Я послушаю сейчас и 9. Прикольный аргумент у РФа про 9. Ладно. Блин, я так ненавижу, когда я в слабой позиции не могу говорить свои мысли. Ребята, я не сняла шерифа в девятке, как вы сделали, это вы. Если вы красный город, овец, стадо, которые просто не знают, что делать, когда им сказали речь без цифр, они ничего, кроме как проголосовать другого игрока не могут, это сугубо ваши проблемы. Я такая красотка черная, которая вам объясняла 5 минут, почему игрок под номером 2 шериф, а вы, овечки, пошли проголосовали в нее, но я крутая черная, а вы плохие красные. Вы играли, я черный, вы мне надоели, реально, за что я черный, я ничего не сделала. Офигенные аргументы про динамику. Все, я не знаю, мне кажется, красный, все, мне пофиг. Поняли, я все равно на конечкурку уйду, мне кажется, красный игрок под номером 3, потому что он сказал, что вот я бы записала 1-4-9. Ведь красавчик сидел и думал, черным игроком, какой был чехот он записал, а в итоге с нами был черный игрок под номером 1. Потом он говорит, думаю, Мишутка хотела выиграть для Харюка. Для меня это не черные мысли, мне не кажется, черный 3. Мне кажется, я все равно уйду, поэтому даже если 3 черные, я все равно не завезу, потому что я уйду в угадайке. Поэтому я в 6 голосую. Почему я смотрю в команду 4-7? 4 на прошлый круг? Даже не подумал. Он сказал, уйдет обязательно 1, уйдет 3, я сдохну, сдохнет 5, ой, сдохнет 7, будет какая-то угадайка 4-6-9. Какие мысли? Почему не сдохнет он, 4-й? Почему он не может сдохнуть? Это он на тот круг мне уже не дал шансов. Он первый сказал, ребят, 1-3, все, не будет. Сейчас у него обязательно команда 1-3-6. Мишутка повращалась ко мне, сказала, обязательно, обязательно, типа, давай поставь в 2, ты же обещал. Коммуникация 2-х черных. А я сказал, что думаю, что 1-й не красный, потому что сказал, что 5-й не красный. Для меня было 5-й красный. А 7-й что сделал красного? Попроси, например, у 10-й, который красный? Самый сильный игрок объективно по столу, не сдыхает 3 игры подряд? Давайте, под мой ответственность, смотрите. Я голосую в 4. Если вдруг 3-4 была красная игра, с Рома вот точно проиграли. Если 3-4. Руку не разбрасываем, уходит номер 3. 3-4, пожалуйста, голосование. Если 6-9 вместе красный, есть команда 4-7. Я в этой игре говорю красный. Что, реально 4-7 что ли? 4-7 может быть. Реф реально может просто со своим мафом ехать до угадайки, точнее, не угадайки, а до 2-2 и реально сейчас выиграет 2-2. Чё? Подожди, 2-2 нету? 9-я красная. 9-я красная. Ребята, какого сейчас 6-го делала рука во мне? Я его защитил, сказала команда 4-7. 4-я сказал команда 1-3-6 обязательно? 4-я сказал 1-3-6. Я говорю 4-7, 6-ой ставит руку в меня. Откуда у 6-го рука во мне? Я отдаю шанс в игре в команде, правильно? Его со мной пишут команду, он четвертым ставит. Игрок номер 7, почему он в меня ставит? Ну, я ставлю в тебя, потому что в 3-4 обязательно есть черный игрок. При этом 7-ой красный, получается, он считает 4-го красным. Поэтому ты черный. И я озвучил мысли, почему 9-я может быть черный вместе с 3-ом. 4-7-9, 2-й как разный. А 9-я закрывает круг в меня. Итак, с кем я маф? 3-9 получает? 4-4 вместе не проголосовали? 3-6 не вместе, я думаю. Поэтому это значит, что 4-7-9 обязательно есть черный игрок. Может, 6-ой сказал, уходит 3. Или 9-ой, или 7-ой, очевидно, правильно? Но с 4-7 уже не вместе черные. Четвертый получается... Мне кажется, четвертый абсолютно точно красный уже. Что? Четвертый черный? А, ну 4-7 доехали, понятно. 4-7 просто черный, окей. А в чем прикол не говорить, что 2-2? Это какой-то рофл, да, чтобы мы посидели понервно? 4-7, да, все-таки? Как я сказал, 4-7, да? Харюк, 4-7? Блин, я понимаю, что мне было сложно уже после того, как я сказал-то, что я первый. Ну, блин, ну это не было очевидно, что у меня шутка так обращается к четвертому. Ребят, надо не эмоциональное состояние плохое, я хочу выиграть. Игрок номер 6, вы реально какую команду выиграли? Смотри, как голосовали в меня. Да что красный 7? Прочитый игроку на 10 красного или что? Ну что он у вас красного сделал в этой игре? Я сказал, что черный уже никогда 2-2 не случилось. Я сказал, что вы красный, сказал 6-9 вместе красный. Этот лучший ход в одно место засунул. Сказал, ребят, нет. Я самым подозрительный переворачиваю. Пятое красное 77 раз. Сказал, ребят, 1-6-9, наверное. Я такой сижу, герой, 6-9, вон, это, друг друга хотят голосовать. Дай мне 4-7 нарисую. Самый сильный игрок идет на 7, которого никто не подозревает. Он не выстрелил на голосование. 4-7 нарисую. Просто герой. Видели у меня есть это? Сейчас паутину выстрелю и полечу отсюда. Он сказал, уходит 3 и голосует 6, этого не достаточно. Да, пофигу уже. Уже на этом моменте было пофигу. Ну что, ребят, победа Мафии. Черная команда 1-4-7. Знаете, вот я максимально в этом плане, конечно, понимаю в этой игре. Вот знаете, кого я больше всего понимаю? Бывают игры, когда, знаете, там, с тобой черный 22 или РФ. И вот они тебя берут за шкирку. И сидишь с ними. А они же так рулят, крышуют. Их красными называют кто-то. Вот, сложно играть, конечно, против таких замещаний. Сложная в целом была игра для города. Вот, победа Мафии и Шериф 2. Но тут, конечно, после того, как Шерифа заголосовали, после того, как... Это, знаете, когда заголосовывают Шерифа и дают отстрел на красную проверку настоящего Шерифа, выиграть, конечно же, нереально сложно. Поэтому, ребята, так бывает. Так бывает. Так, создаю новое лобби. Это было жестко. Тут уже было не выиграть. Да, тут не стоит, тут не стоит, знаете, расстраиваться от голосования в пятерке, потому что в пятерке, это, знаете, это такой клатч. То есть, когда у вас дают, когда у вас Шерифа в девятке снимают и дают отстрел в его красную проверку, это одна из самых худших вообще игр, которая может быть. Хуже, чем эта, это только проверка Шерифа, вот как в первой игре была, проверка Шерифа в красного игрока, который попилит троих красных. Только это может быть хуже, ребят. Поэтому, конечно, очень сложная игра. И РФ хорошо очень сыграл. И первая сыграла круто, запаковала девятую, и Хорюк доехал в итоге, который был очень подозрительным, мне кажется, доехал хорошо. Так что отличная игра от Мафии. То есть тут, мне кажется, ну, знаете, можно там типа красные якори, там плохо сыграли. Мне кажется, тут это реально та игра, где черные сыграли хорошо, довели до пятерки. Ничего сложного для них не было, объективно при этом. Но они сыграли хорошо, поэтому... Порочный круг. Давай, пожалуйста, я, ребят, попрошу, я сейчас буду реально... Вы меня начинаете немного подгорать. Давайте вы не будете лезть в судейство из чата, хорошо? Пожалуйста, спасибо большое. Давайте, у нас есть судья, судья судит после игр, судья сам там ответственный за свою работу и так далее. Давайте чат не будет никак влиять на работу судьи, на мою работу и так далее. Спасибо большое. Реально. Потому что... Потому что вот это меня надоело, что... Объясните, почему какие-то правила... Просто судья судит, зрители смотрят, игроки играют. Вот так вот должно быть. Когда начинают зрители судить, там эмоции, аргументы, кто-то в чате что-то лучше знает, какие-то пункты правил, оказывается, потому что такие пункты правил реально есть или их реально нет. Вот, так что... Потому что мне вот это... Присылайте донаты какие-то, присылайте какие-то сообщения. За что, за что фолы, за что это? Просто какая разница, за что фолы? Ну, есть какие-то правила, по которым судья судит. Ну... Я не знаю, зачем мы это будем выяснять? Пока никого не удаляли, когда будет удаление, там жесткие обсуждения. Я не понимаю, в чем проблема реально. Вы для кого играете? Для себя? Тогда убери трансляцию, играйте. Если вы играете, не говори так. Че хочу, то и делаю. Господи, реально, слышишь? Как же реально задолбали. А ты для кого сообщения в чате пишешь? Для себя? Тогда убери сообщения из чата и пиши в него дальше. Если вы пишешь сообщения для меня, не пиши так больше. Все. Все, ребят, давайте, не будем к этому вопросу возвращаться. Не, ну просто реально, че началось-то? Каждый раз, вот знаете, типа, я не понимаю, но идут игры. У нас есть судья. Судья постоянно судит игры на плей-мафии. Знает этот регламент, знает все правила. Возникает вопрос при просмотре. За что фол? Судья объясняет. И дальше, понимаете, то есть, условно, есть регламент. Судья по регламенту дает фол. И дальше следующая реакция. О! А что? Разве это плохо? И ты такой, ну блин, в правилах есть? Что? Что? В правилах есть. Значит, надо дать фол. Да? Надо? Все. Мафия игра субъективная. Судья считает надо, значит надо. Все. Ой, как всегда начались это, я не понимаю, что гореть в чате и так далее. Но не понимаешь, так и не пиши, господи, боже мой, реально. Я вот не понимаю, зачем написать сообщение в чате со слов «я не понимаю». Не понимаешь, значит не понимаешь. Спроси вопрос, не пиши утверждение. Какой смысл в утверждении? Это ты не понимаешь. Да, господин РФ. Алсер, ты тут. Да. Можно, пожалуйста, тебя как организатора попросить закончить вот эту грязюку? Сняли протежи, Америка говорит, оставь один красный цвет. Мы во что? Сыграем вообще, ребят, ну... Я дико извиняюсь. А то, что всем поворачиваю, говорит, если ты не тупой, то ты тупой, еще что-то. Я про себя говорю. Я про себя говорю в эти моменты. Я говорю, я же не тупой красный, а я черный в этот момент. Протежа, она не показала, она тебе сфор получила. Она сказала, она сказала, Нина, пожалуйста, оставь один красный цвет. Я не тупила, Нина, пожалуйста, все время играем в тебя. Так, а я отвечаю... Я тебе скажу, можно я отвечу? Нет, 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 нельзя ответить, Нина, алло, слышишь меня, нет? Вопрос был ко мне, почему ты на него отвечаешь, я не понимаю. Сейчас буду просто, я буду сейчас подавать и хвала, будете улетать все. Что началось реально, ребята? Пожалуйста, успокойтесь, у нас игру судит ангел. Это судья плей-мафии, он со мной на связи, говорит мне каждый раз, когда нужно давать фолы. Вот, все в порядке, мы играем игры, вот, минимизируйте грязь настолько, насколько считаете нужным. Мы за все остальное даем фолы и техфолы. Все, что у нас... У нас каждый раз какое-то выяснение отношений в лобе, зачем это нужно нам? Я не понимаю, объясните, пожалуйста. Да. Да, господин Рэф. Можешь, пожалуйста, ангел, это уточнить перед знакомницей эту игру? Можешь, пожалуйста, спросить? Это допустимо, согласно регламентам правила, фразы? То есть, заголосованный шериф, я буду кричать ему, оставь меня красным, оставь один красный цвет меня. Это нормально? То есть, нет фола, нет удаления, я могу этим пользоваться, правильно? Я не сказала меня, если что. Во-вторых, с каких пор оставь меня красный, кроме как на... Так. Ангел, там вам... Не, на Фиме тоже удаление. Смотри, Америка, если в ситуации, когда игрок тебя завещает черным, ты ему кричишь, оставь меня красным, это удаление, а в остальных нет. Это если это черный, если я буду черный завещать, и ты это скажешь, это удаление, а в остальном нет. Нет, нет, нет градации черный или красный, если не удаляют, то есть, дают ему ведущий, дает стол в цвет, что он красный. Если, ну, я могу просто сказать, что я не тот... Так, Ангел, слышал вопрос, нет, который РФ адресовал? Смотри, я услышал, скажи, что объяснение будет на следующем. Я извиняюсь, мы на спаузу или мы начинаем? Запусти игру, скажи, что объяснение будет на следующей игре. На следующей... Сейчас, две минуты мы сейчас с Ангелом обсудим, и я отвечу, и мы стартуем игру, ребят. Можно две минуты, пока, если что, почилить. Да, Ангел, скажи, пожалуйста. Я говорю тебе, ты лучше зап... Не, просто скажи... Я понимаю, потом уже. У нас мы... Аргумент Джерри по Харику, кстати, супер бомба был. Еще раз. Сейчас, секундочку, я замучу вкладку, потому что... Так, смотри, если игрок просит оставить себя красным в этой ситуации, это что у нас? Это фолл, не фолл, ничего? Как мы это... Или мы после игры это все обсуждаем сейчас? Скажи, пожалуйста. Смотри, мое личное... Смотри, есть мое личное мнение, и есть мнение, допустим, у нас есть еще в чате много судей. Я сначала хочу поговорить с судьями, я сначала скажу свое. Мое личное мнение, что, скорее, здесь ничего нету, почему? Потому что, а, это, можно сказать, фраза игроком черным, б, именно со стороны игрока по RM9, я лично не услышал то, что она сказала, оставь меня точно красным игроком. То есть, именно в ее... Как это было? То есть, допустим, когда она оставляла завещание, то есть, она не показалась то, что она конкретно не к себе апеллировала. Я сейчас прошу теперь у ребят, но мое личное мнение, что здесь ничего нету, здесь, как бы, поднятия нету, и именно из-за того, что такую фразу можно и сказать черным игроком. Окей. Понял. Ну, скажи, что четкий ответ именно по этому моменту будет на следующей игре. Угу. Так, сейчас, ребята, я... Шериф, слышно меня? Нет? А, господин Реф, обновитесь, пожалуйста, его, или его давно нет уже? Видно сейчас? Да, отлично. Ждем господина 22. Да. Скажите, сколько уже черных побед? Две? Осталось три игры. Да, мне кажется, еще три будет. Да, если бы мы не промазали, там бы тоже черных будет. Да. Мне кажется, реально будет много черных. Да, я сказал, пять минимум черных будет. Ну, так, с учетом нашего промаха, пять максимум будет. Так, господин Реф, отвечаю, что мне передали. Смотрите, по данному случаю будет точный ответ после игр. Вот. Вот, предварительно за фразу «Оставь один красный цвет к игроку, которого заголосовали, а не которого отстрелили» это не является удалением или фоллом. Это на данный момент. Все, я думаю. Спасибо. Все, стартую игру. Господин Восторг приготовился кричать. А березка, да?